Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы с вами продолжим курс о семье, где есть ребенок с особыми образовательными потребностями. Появление в семье особого ребенка всегда связано с сильными эмоциональными переживаниями родителей. Коренным образом меняются жизненные позиции родителей. Узнав о рождении ребенка с каким-либо отклонением, родители испытывают подчас очень противоречивые чувства от недоверия и нежелания соглашаться и принимать мнение врачей до полного отчаяния. Выделены общие признаки, характеризующие семьи, воспитывающие детей с нарушениями в развитии. Родители испытывают нервно-психическую и физическую нагрузку, усталость, напряжение, тревогу, неуверенность в отношении будущего своего ребенка. Личностные проявления и поведение ребенка не отвечают ожиданиям родителей и, как следствие, вызывают у них горечь, неудовлетворенность, отчаяние. Семейные отношения нарушаются и искажаются. Социальный статус семьи снижается, возникающие проблемы затрагивают не только внутрисемейные взаимоотношения, но и приводят к изменениям в ее ближайшем окружении. Родители стараются скрыть факт задержки развития своего ребенка от друзей, от знакомых. Ученые положение родителей характеризуют как внутренний, психологический и внешний, то есть социальный тупик. Исследователи выделяют несколько стадий преодоления кризиса. Первый – это когнитивное, то есть внешнеуправляемое. Кризисный процесс начинается с сомнения в нормальности своего ребенка, организации его обследования и осознания медицинского диагноза. Следующая стадия – эмоциональная, и она неуправляемая. Данная стадия имеет ярко выраженный характер фрустрации, агрессии, усматривание вины в действиях врачей, а также непонимание любопытства окружающих, неожиданные воспринимаемые как несправедливые психические и физические нагрузки по уходу за ребенком. Потеря обычного круга друзей. Социальная изоляция приводит к сильным эмоциональным потрясениям и разрывам в семье. Следующая стадия – это действенная стадия, она обозначается как самоуправляемая. Заключительная стадия – обработки факта инвалидности ребенка, которая предполагает установление контактов с родителями, находящимися в подобных жизненных условиях. На этой стадии семья принимает ограниченность возможностей ребенка, определяет стратегию действий по интеграции его в окружающий мир. Также выделяют четыре фазы психологического осознания факта рождения ребенка с каким-либо нарушением. Первая фаза характеризуется состоянием растерянности, порой страха. Родители испытывают чувство собственной неполноценности, ответственность за судьбу своего ребенка, ощущение беспомощности. Суть второй фазы – отрицание поставленного диагноза и негативизм. Функция отрицания направлена на то, чтобы сохранить определенный уровень надежды или чувство стабильности семьи перед лицом факта, грозящего их разрушить. Крайней формой негативизма становится отказ от обследования ребенка и проведение каких-либо коррекционных мероприятий. Третья фаза – это когда многие родители принимают диагноз и при этом становятся неоправданными оптимистами в отношении прогноза развития своего ребенка и прогноза его возможностей. По мере того, как родители начинают принимать диагноз и понимать его смысл, они погружаются в глубокую депрессию. Родители чувствуют горе, угрызение совести и даже обиду. Четвертая фаза – сознательное самостоятельное обращение родителей за помощью. Это начало социально-психологической адаптации, когда родители могут правильно оценить возможности своего ребенка, начать руководствоваться интересами ребенка и устанавливать адекватные эмоциональные контакты. Процесс осознания и принятия в каждой семье проходят по-разному. На любой из фаз может быть застревание. Качественные изменения в жизни семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии, проявляются на трех основных уровнях. Психологический уровень. Факт появления на свет ребенка не такого, как у всех, является причиной сильного стресса, испытываемого родителями. В первую очередь матерью. Эмоциональный стресс в матери отражается прежде всего на взаимоотношениях с супругом. Постоянное беспокойство, раздражительность матери, полное самоотречение, переключение ее внимания на больного ребенка, формирует у отца неприходящее чувство дискомфорта и эмоционально-болезненное состояние. Если взаимоотношения между супругами были плохими, то появление больного ребенка усиливает и проявляет скрытый внутренний конфликт. Неизбежны взаимные обвинения. Часто семья распадается, как мы говорили ранее. Аффективная напряженность матери неблагоприятно влияет на взаимоотношения со своим ребенком. Такая мать скованная, напряженная, она редко улыбается, крайне непоследовательно и неровно в общении со своим ребенком. Ребенок в этом случае растет нервным, возбудимым, требующим к себе постоянного особого внимания. Он не отпускает мать ни на шаг. Однако в ее присутствии не успокаивается и может возбуждаться еще больше. В дальнейшем формируется особая болезненная зависимость мать-ребенок. Если же мать находит в себе силы, сохраняет душевное равновесие и становится активным помощником своему малышу, то образуется наиболее благоприятная семейная атмосфера для помощи ребенку. Существуют и другие неблагоприятные для ребенка формы поведения родителей в семье. Некоторые родители подсознательно отвергают своего ребенка, что выражается в отсутствии интереса к его потребностям, недостаточного взаимодействия с ним. У некоторых матерей, как указывает Буянов, постепенно формируется сверхценное отношение к больному ребенку. Родители убеждены, что их миссия – это уметь ограждать ребенка от трудностей. Методы воспитания в таких семьях сводятся к чрезмерной опеке. Эти нарушения внутрисемейных отношений являются средствами психологической защиты от фрустрирующей ситуации. Часто причинами таких нарушений оказывается недостаточная педагогическая компетентность родителей. В свою очередь, педагогические неудачи усиливают эмоциональную напряженность родителей, отрицательно влияют на развитие детей. Социальный уровень. Семья становится малообщительной. Она сужает круг своих знакомых в силу особенностей своего ребенка, а также личностных установок самих родителей. Больной ребенок всегда вносит определенную степень напряженности в отношении между супругами. В 32% случаев такие браки распадаются. Для более успешного развития ребенка важным является сохранение активных контактов семьи с друзьями, коллегами, соседями, в целом с окружающими. Важно, чтобы семья не замыкалась в своем мире, не стеснялась своего ребенка. И еще один уровень это соматический уровень. Переживания, которые выпадают на долю матери ребенка, часто превышают уровень переносимых нагрузок, что проявляется в соматических заболеваниях, астенических и вегетативных расстройствах. Считается общепринятым, что переживания семьи являются особенно острыми в первое время после рождения ребенка. Однако исследования, проводимые в последние годы, показали, что первые острые чувства, которые родители испытывают в форме шока, вины, горечи, никогда не исчезают и являются постоянно частью эмоциональной жизни семьи. В определенные периоды семейного цикла они испытывают новые и новые силы и дезадаптируют семью. Известный американский педиатр Спок, рассматривая семьи, имеющий проблемных детей, выделил следующие виды отношений родителей к своему ребенку. Во-первых, родители могут стыдиться странностей своего ребенка и излишне оберегать его. Ребенок не чувствует себя спокойным и в безопасности. Он замкнут и не удовлетворен собой. Также родители ошибочно считают себя виновными в болезни своего ребенка, настаивают на проведение самых неразумных методов лечения, которые только расстраивают ребенка и не приносят ему никакой пользы. Родители не замечают проблем в развитии ребенка и доказывают себе и всему миру, что он ничуть не глупее других. Такие родители постоянно подстегивают своего ребенка предъявляют к нему завышенные требования. Постоянное давление делает ребенка упрямым, раздражительным, а частые случаи, в которых он чувствует себя некомпетентным, лишают его уверенности в себе. Также родители могут воспринимать ребенка естественно, позволяют быть ему везде, не обращая внимания на взгляды и замечания окружения. Ребенок чувствует себя уверенно, счастливо, воспринимает себя таким, какой он есть. Выше обозначенные особенности семей свидетельствуют о необходимости оказания им специальной психологической помощи, не только в вопросах воспитания, но и в вопросах восприятия, принятия особого ребенка и взаимодействия с ним. Психологическая помощь семье, имеющая ребенка с отклонениями в развитии, включает следующие направления работы. Диагностику, консультирование, психокоррекцию, профилактику. То, как семьи воспринимают сложившиеся условия, когда развитие ребенка нарушено, способна ли она запросить и получить помощь, определяет в значительной степени выбранный ею путь. Сохранить здоровую атмосферу в семье поможет достойное принятие особенностей жизни своего ребенка, связанных с его воспитанием. Психологическая поддержка семьи, воспитывающей ребенка с особыми образовательными потребностями, также может заключаться в следующем. Родителям необходимо обучать навыкам ухода за ребенком, знакомить и подготавливать их с возможными нестандартными эмоциональными и поведенческими проявлениями, обучать приемам игры и организации учебной деятельности. Расширенное информирование о потенциальных возможностях ребенка, о его перспективах и возможной социализации избавит родителей от отчаянной неопределенности. Родители проходят ряд стадий принятия ситуации, находят в себе силы и ресурсы не только для оказания профессиональной и своевременной помощи ребенку, но и для поддержания своего психического здоровья. С первых дней жизни особенного ребенка и с того момента, как выявились нарушения в его развитии, родители попадают в ситуацию стресса, неопределенности и фрустрации. Особенно это отражается на психике матери. Снизить ее напряженность возможно при переключении ее активности и внимания с переживаний проблем ребенка на преодоление этих проблем. То есть восприятие ситуации переводится с эмоционального уровня, то есть у меня родился больной ребенок, мой ребенок не такой, как все, на рациональный. Для родителей проблемного ребенка такой деятельностью является коррекционный образовательный процесс, направленный на развитие их ребенка. Приобщение родителей к коррекционно развивающей работе со своим ребенком дает им возможность личного участия в формировании его будущего и позволяет проявить свой духовный потенциал. Творческая реализация родителями педагогической деятельности служит повышению их самооценки и одновременно способствует снижению эмоционального напряжения. С другой стороны, педагогический процесс является той формой взаимодействия, в рамках которой формируется общение между родителями и ребенком, психологом и ребенком, психологом и родителями ребенка. Конструктивное общение является универсальным механизмом коррекционного воздействия, который оказывает психолог на родителя проблемного ребенка. Таким образом, в основе гармоничных семейных отношений лежит обладание взрослыми определенным уровнем знаний по вопросу воспитания и взаимоотношения с ребенком. Необходимость формирования позитивного отношения у родителей к детям с ОВЗ обуславливается высочайшей степенью значимости семьи в жизни ребенка. Снять излишнюю напряженность переживаний родителей можно путем переключения с предмета переживаний на деятельность, направленную на преодоление данной проблемы. На этом наша вторая лекция подходит к концу. Хотелось бы сделать вывод о том, что, безусловно, воспитание ребенка с особыми образовательными потребностями вносит определенные коррективы в жизнь семьи. Однако изучение всех перечисленных нами навыков, а также преодоление всех перечисленных стадий неизбежно приведет к положительному результату и формированию целостной личности вашего ребенка.